Они двигают предметы взглядом и видят сквозь стены обладатели феноменальных способностей и оказались в одном гостиничном номере. К чему это приведет? Любой будет таким неловким, веселым персонажем сочувствовать, мне кажется, потому что каждый из них хорош по-своему. В этом спектакле много свободы, отмечают актеры, и это вдохновляет. Какие-то вещи вылезали, я даже сам никогда не думал, что так вот можно это сделать. Оно как-то само, это все рождается, все минутно перед зрителем, поэтому мне легко, мне очень легко. Ностальгическая атмосфера 80-х, яркий горинский юмор, труппа сразу почувствовала в этой пьесе что-то свое, родное, очень близкое по духу. Игорь Владимирович в свое время, как и один из персонажей этой пьесы, точно так же, вот персонаж как бы разъезжал по Советскому Союзу, искал людей с феноменальными способностями. А Игорь Владимирович ходил по курским школам, по институтам, договаривался с учителями, прослушивал ребят и вытаскивал их. И разумеется, вот так появлялись все эти наши знаменитые воспитанники, которые сегодня по всей стране заняли какие-то важные позиции. Например, Леонид Громов, известный киноактер. Кстати, он сыграл в фильме «Убить дракона», сценарий которому писал Григорий Горин. Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, События дня.